У нас есть наш сайт, телефоны, православный лагерь, занятие по изучению Слова Божьего. Православный сайт, судьба Евангелия. 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 А поэтому Слово Господь нас судит, не развергающий меня, не принимающий с словами, имеет в виду в себе. Слово, которое я говорил, он будет судить его в последний день. Слово Божие будет нас всех судить. Евангелие, как бы оно не особо, я верю в Евангелие, потому что в Евангелие писались так же, вот, Петр, да, там, есть такой, Павел. Вы знаете вообще судьбу Павла, кто он такой был раньше? Он раньше язычников убивал, а потом у него, хоп, зашло на него, он начал христиан, ну, как бы, проповедовать. Он не язычник, все. Как бы не особо, вот, можно верить вообще Павлу, я не верю в него, то, что он там, ну, богослов был, он не богослов. Неверующий в Бога представляет волшим словом. Я верю в Бога, я верю в Бога, но я не верю в то, что, как бы, из Иисуса сделали Бога, ну, это, по-моему, это неправильно. Ну, Боже, он сам, он сам о себе говорит, где, там, Иисус, да, он... Ивангелие, Теанна, 10-й главный, он прямо говорит, я и отец одно, что это значит? Снимайте меня. Отец одно, он говорит, я и отец одно, он ничего не говорит, что он там, я, я, я. Он был распят, почему распяли, он же не позволил бы Бог распять себя. Да, потому что надо было привести жертву, а ни один человек не может, потому что нужна жертва без греха. Страдать, зачем Богу страдание? Вот для этого сошел Сын Божий с неба, чтобы распяться за все грехи мира. И один человек, он говорит, от нечистого, говорит, родите, сочисти. Почти евреев, вот. Он Сын Божий, единородный, от Отца рожден. Понимаете? Да, он был посланником, и как бы знамением того, что существует Бог, евреям был послан Иисус, что действительно существует Бог, и они там начали уже всякую чекуку верить, чтобы спасти этот мир, допустим, от, так же, как мой, да, там, спасал. От чего, от чего спасти? От нечисти, от неправедности вот этой всей. От греха, от проклятия. Нет, нет, они начали уже не в Бога верить, а уже мир просто, он, изменился, он, они стали больше... Вот, например, вот вы все говорите, все на согласии своих вымыслах, какие-то здравомыслящиеся. Нет, нет, здравомыслящие... А вы, если в Слову Божьем не верите, вы представляете Бога лживым? Прямо, а евангелиста Иоанна об этом говорит. Я не говорю, что Бог там неправедный. Видите, вам бесполезно доказывать, потому что вы не верите. Господь исследует Писание, и вы думаете через них, а при чем логика, когда Бог повелевает? Бог, сотворивший мир и все, что в нем, повелевает всем людям, покаяться. Понимаете, так, оставляя... Есть, знаете, есть Евангелие от Иссы, короче. Оно хранится в Риме. Вот Евангелие от Иисуса Христа, вот он. Я в другой не верю вам, одно Евангелие, вот оно. А он когда, вообще, до 33-х лет, вообще ничего не было известно. Вот его последние вот эти вот, ну, вот эти, когда он... Когда он занимался, как бы, были вот апостолы, они, как бы, они видели все это, верили вот. Я тоже в эту верю. Покаяйтесь и веруйте в Евангелие, это главное для вас. Иначе вы в вечность пойдете, в вечность погибнет. Бог назначил такой проект. Бог назначил такой проект спасения, понимаете? Он нас не спрашивает, нравится ли мне, не нравится. Он говорит, да. Вот, смотрите, вот крест, да? Да, крест. Крест. Что он знает, вот значит, вот, для вас? Это значит, что? Это символ смерти Христа, да, ведь? Это символ смерти Христа. Это не только смерть. Если бы вы убили вашу маму, да, там, допустим, топором, вы же не носили бы топорик себе маленький. Вы поймите, это жертва, это жертва, то, что Господь Иисус Христос распялся за все грехи мира, взяв на себя, понимаете? По-моему, крест тоже, как бы, не особо. Вы поймите, вот я вас... Вот тысячи лет назад, как бы... Вы сейчас объясняли мне, вот, простите, я вам сейчас скажу. Это жертва, принесенная Сынами Неродным Иисус Христом за все грехи мира, за ваши грехи. Спасибо вам, спасибо вам, до свидания. Бог в помощь, спасибо вам. Вот и все. Не веря в Слово Божие, это вечная погибель. Все. Мне очень Богу представляет, это очень. Вы бы, говорят, носили топорик. Но если бы мама моя воскресла, я бы носил. Но крест должен пребывать на меня. Понимаете? А тем более, если вы не верите в Бога, как Создателя, это... Это... Тем более... Понимаете? Это безумие полное. Так можно отвергать. Вот я смотрю на здание, я знаю, что у него есть строитель. Как я могу на небо смотреть, на звезды, деревья, на океаны, моря, и говорить, что нету Создателя. Это полное безумие. Вы знаете, как земля возникла? Я вам расскажу. Конечно, конечно, знаю. А как? Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидная и пуста. И там дальше начинается. Вы верите в то, что Бог сотворил небо? Да. Небо Бог сотворил? Ой, ну слушайте. Ну дай Бог вам, верите. Нам надо спасти душу свою. Задумайтесь. Вы верите в Бога? Ну дай Бог вам, да? Дай Бог вам. Он сам не верит в Бога, говорит, ну дай вам Бог. Как это, да? Баптиста, который сидел в тюрьме, это Бойко. Когда тоже один коммунист говорил, ну и в духе коммунизма, в духе коммунизма. Он говорит, вы же духов не верите. Да, да, да. А он что, атеист был? А тебя, помогите. Нет. Вас в тюрьме только вывозили. Нет. Нет, нет, нет. Он помогает. Я сущий. Да. Отлетел на этот вопрос. Ну если Господь вечный, как вам нужно понять, что он делал до этого? Господь был всегда, мы время ипийска. Он сказал, что он делал лак для тех, кто задает такие вопросы. Больше никак они не задают. Так и вы задаете? Да. Ну возможно. А для тех, кто не верил в Христа, кто не омылся его кровью, чьи грехи не простились. Какой кровью еще мыться? Вы что это не говорили? Никто кровью никогда не омыл. Вы кровью мы омыты. Да. Это вино, которое за кровью. Ты потом все равно придешь, поферить. Я уже там был. Я это просто прочувствовал. У меня только со Христом хорошо. Надеюсь, в вечности он меня спасет. Будем мы вечно справиться. Ну, царство. Какая разница? Весь смысл жизни Господа встретить. Все. Все приходящее. Цвет, как трава, придет. Стареем, умираем. Красота пропадают. А Господь вечный. Красота души вечная. Мы стареем. Волосы выпадают. Зубы выпадают. А Господь воскресит. Молодыми, 30-летними. Вот смысл. Какой антон? Идите, научите все народы. Это повеление от Господа. Ну, что ж не научили-то за 2000 лет? Потому что, дано, с тобой спросится. Много, дано, много спросится. Молодно, дано, с тобой мало спросится. А вот в Мужчизмане как говоришь? Нет Бога в Мужчизме. Ну, Аллах это тоже Бог. Только по мусульману по их имени. От кого вообще? Ну, это лжепророк Мухаммад. Это лжепророк Мухаммад. Это лжепророк. Потому что только Христос у нас умер. А Мухаммад не умирал, не забывал. Христос пришел на землю. Безгрешный, будущее безгрешный. А кому Бог явился первым? Сказал, дверь в одного года. В первом? Да. Наши все правоцарь общались с Богом напрямую. И Адам, и Ноев. К Аврааму. К Аврааму, да. К Аврааму. К Аврааму. К Авр于удуе. Продолжение следует...